Сегодня мы беседуем с Татьяной Петровной Лозицкой. Она писатель, драматург, филитонист, публицист, журналист, члена Российского Союза писателей и многое-многое еще. Она была номинантом различных премий. И сегодня мы хотим поговорить о ее творчестве и о ее видении мира, которым она щедро делится в своих произведениях. Скажите, Татьяна Петровна, что для вас писательское творчество? Какую часть оно занимает в вашей жизни? В чем вы видите, так сказать, его цель и смысл? Творчеством я занялась очень рано, еще в 80-е годы. В то время, ну, вообще-то первое, когда я начала свои пробы пирата, был четвертый класс, я написала стихотворение к Новому году и опубликовала в пионерской газете. Я просто так на обум выслала, но его опубликовали. Это меня вдохновило. Директор школы мне предложил вести школьную газету. Я хорошо рисовала и писала дружеские шаржи на всех. Не раз была даже бита за это мальчишками. Кто двойки получал и кто на уроке опаздывал или шалил. Ну, я девчонка была боевая, сдачи могла дать. Не так просто. Потом, после окончания школы, института, меня просто попросили, попросил зауч по воспитательной работе написать заметку по мероприятию. Я это сделала. Меня заметил редактор. Говорит, у вас есть такой вот, знаете, филитонический шарм. Вот я вам тему подкину. Как вы напишите? Ну, я говорю, я под собственным именем не буду пока писать ничего. И взяла псевдоним моих предков, бояр Лозичей, Лоза. Опубликовала. Хорошие отклики были. Ну, и так пошла потихонечку шуршать. Затем меня очень интересовали некоторые исторические факты. Касались 20-х годов, 17-20-х годов. То есть, это касалось моей родословной. И я так пыталась попасть в архивы, и туда доступ был ограничен. Но как журналисту, мне выдали, как из штата, доступ. И это касалось, значит, репрессированных. Мой дед был полицзаключённый, но, по кроме этого, он во время войны был снайпером на восточной манчжурской границе. Вот, в штрафбатальоне. И отличился очень хорошо. Что я хочу сказать? Что за что он попал как полицзаключённый? Он просто прятал одну особу у себя в лесничестве. За это пострадал. Она ушла за кордон. И потихоньку-потихоньку я насобирала хороший материал. Затем ещё и ещё и показала редактору газеты «Простор». Он меня отругал и сказал, не смей с этим даже высовываться. Ну, материал собран. До хороших времён я отложила. А затем написала повесть. И показала уже, я переехала в другое место, в Липецк. Значит, председателю союза писателей. И показала параллельно два материала. И он, когда увидел, говорит, пиши роман. Я так напугалась, как я роман. Хотя я уже сначала не штатником была уже в Липецких известиях. Вот они мои первые газеты. Но в основном это филитоны. Юмористические рассказы. Так же, как, значит, Липецкий, Новолипецкий комбинат, металлургический, немножко шалил. И редактор посоветовала мне, порекомендовала собрать материал. Я подключила свои московские связи в военную лабораторию. Сделали анализы и предоставили. Ну, а потом губернатор сказал, тему закрываем, и всё, ша. И материал остался неиспользован. Хотя немножко, сначала положили две статьи было в газете и на ТВ передача. Материал лежал, лежал в 16 лет. И вот сейчас, когда Белоусов очень-очень возмустился поведением наших... Белоусов это вице-приньзер. Когда он возмутился нашими металлургами, что они мало отчисляют фонд бюджета. Они его раскритиковали, даже аккорд сказали. И она, олигарха Лисина, достала весь этот материал, который у меня был с лабораторными данными, не совсем, написала, ну что, олигарх Лисин, пободаемся ещё раз? Ну, принято было на ура. Это что касается филитонов. Но филитонов было много, вот. Даже обещали кирпич на голову уронить. Я говорю, встаньте в очередь. Так что с юмором отнеслась я к этому. Но ДТП у меня было. Серьёзное было ДТП. Но устроили не олигархи, а боевики с Кавтаза. Ну, живо осталось. А им-то чем вы насолили? Насолило тем, что я тогда работала в немецком фонде. Отправляла латнических немцев в Германию с профблоком, с документами, со всем. Их интересовали деньги фонда. А я сказала, ни рубля не получите. Но они стали запугивать. Запугивали даже дочерью. Я её спрятала как раз в Липецк. Мне пришлось её спрятать. Купила маленькую избушку и туда поселила. Она закончила институт. И инженер-связист. Очень удачно я её спрятала. Ну, а мне вот и сделали они ДТП. Три месяца я пролежала в больнице. Чудом осталась жива. Ну, жива. Но уже в качестве инболида. Ну, ладно. Раз дочь у меня уехала из-под... Значит, это я шуршала в районе Омска. Вот оттуда переехала в Липецк. Устройство по специальности, как преподаватель... Я попыталась университет. Они говорят, у вас слишком высокий уровень. Это что, остальным преподавателям надо вашу планку? А я говорила к тому времени. Ну, 45 лет я проговорила на немецком. И думала на немецком. Вот. И поэтому... К тому времени даже... Одним словом, я перебралась в Липецк. По специальности я не смогла устроиться. А так как у меня уже было 27 лет педстаж, мне сказали, вы можете уйти на пенсию. Вот. По стажу. Что я и сделала. Ушла на пенсию. Но себя надо где-то было реализовать. Вот. Потихонечку начала писать. По ночам. И вот как раз вот тут у меня первый рассказ. Кот-путешественник. Сосед с таможни. Говорит, Петровна, у нас вот такой случай. Интересный, про кота. Я говорю, ну давай. Ну съездила, посмотрела, действительно забавный случай. Люди переезжали из Азии, но кота не могли дети бросить. Они его упаковали в контейнер. И в коробке положили сухари. Ну вот туда поклали сухари, водички. И он месяц доехал живой. Интересный, забавный сюжет. Тем более я нашла продолжение. Он на рынке, приходил на рынок и просил у продавца кусочек мяса. Такой рыжий вальёжный котяр. Не бросит ему, он не брал. Только на лапки ездит. И пошёл. В общем, после этого удачного рассказа, мне пошло дело в Липецкой газете. И я материал вот этот вот, начала писать повесть. И Шальнюк говорит, нет, не пойдёт, председатель, союзописатель. Не-не-не, пиши роман. Ты что? Люди-то это, у тебя такой богатый архивный данный. Половина героев у тебя прототипов имеет. Ты даже имена некоторым не изменила. Я почесала свой затылок. Думаю, страшно. Тем более Липецкая область. Это рядом Ясная поляна. Лев Толстой там жил и действовал. Писал, творил. Я съездила туда, посмотрела. Думаю, господи, куда мне роман писать? А потом всё-таки, ну, а почему нет? Понимаю. Когда я написала, я, в общем, это... Тетради, значит, были по 90 листов, вот, а 4 размером. 18 тетрадей. Четыре раза переписала. А как мысль идёт, а грамматика, я даже так писала, что у меня буквы, все в слове, все буквы, но в разных местах. И так вот. Дочь как раз замуж вышла, родила. Муж у неё в военной Москве был. А она со мной проживала. Жилья у них не было. И она читала каждую главу. А я читала, это писала только ночью. Вот вечером прилягу. Мысли пошли. Ну, как всегда. Как спать, так мысли тут, как тут. А так ходишь на ходу, сидишь. И где-то за час я уже глава готова написала. Вы сейчас говорите о каком из романов? Это мой роман «Добровольские страсти». Вот он, первый том изданный. Иллюстрации, конечно, мои в первом томе. Плохо видно. Но их тут много, иллюстрации. Роман, конечно, трагедия, как говорит, смех сквозь слёзы. О чём я писала? Значит, это начиная с 2010 года, Столыпинская реформа, переезд малоземельных и малоимущих крестьян за Урал. А так как моя семья под линией матери, здороверы, они переезжали, значит, на Алтай и туда, в Сибирь. И вот оттуда я и брала, черпала свой материал. И вот я проследила, как люди общиной переезжали, как они устраивались, какие были сложности, трудности. И проследила их жизнь до 92-го года. Вы знаете, я год прожила в такой же деревне, но среди, как говорится, этнических хохов. Но это сатира и юмор, а не народ, весёлый. Вот. Значит, Гоголь отдыхает со своими вечерами на хуторе Блездиканке. И вот некоторые эпизоды я вклинила именно в своём романе. Вот. Именно в те эпизоды, которые я, в частности, была и сама участником. Я пошутить, покуражиться любитель. Вот. Поэтому... Я сейчас женат на украинке, поэтому понимаю, о чём вы говорите. Тогда вы в теме. Тогда вы в теме. Ну, трудно давался роман. Я писала, в общем, первые четыре года, я когда уже в линию всю вывела. Вот. Дело в том, что там очень много религиозных эпизодов. И ещё, знаете, параллельно я провела потусторонний мир. В общем, силы царства света и царство тьмы. Оно органично вписалось. А то мы, Богу, молимся вот как-то виртуально, у нас не получается это осязать. Вот. Поэтому я сделала этот мир в своём романе осязаемым. Вот. И очень органично это вписалось. И главный герой у меня, значит, в царстве тьмы, значит, чёрные архангелы, 12 человек. Один из них, ой, сейчас как бы вспомнить. Но я его назвала Бенедикта на Б. Био... Старость. Вот. Я его назвала Бенедиктом. Как раз тогда был понтифик... Ой, не понтифик. Понтифик, да. Бенедикт. Немец. Ну, и я. Зелайф клянула Бенедиктом. Вот. И вот он проходит у меня по всей линии романа. Вот. Интересно с юмором. И главная мысль, что ведь нас никто не толкает к греху. А мы сами идём к этому греху. И вот у меня вот эти слова и говорит Бенедикт своей возлюбленной Варваре, которую он долгие годы встречался, а она не знала, кто он есть. И когда она узнала, она его обвинила. А он говорит, а я, говорит, честен с тобой. Я ни разу не подтолкнулся. Ты сама пришла к грехопадению. Вот эта линия, конечно, у меня есть. Ну, говорит, слышу, ну, он сам по себе у тебя исторический роман горожен. Ну, зачем ты чертей бесов путала туда? Убери. Я говорю, не уберу. И тут я подумала, что мне делать? В Липецке как раз проходила конференция, и Пархов там, и прочее. Получили благословение от Иерарха Церкви? Я обратилась сначала к Липецким церковникам. Они как бы заняты, заняты, заняты. А потом, говорит, Толмас, он приехал то ли с Кирова, то ли откуда, я сейчас уже не помню, вот, отец Кондратий, он еремонах. Вот подсуньте ему, посмотрите его реакцию. Окей. Ну, я ему дала прочитать. Прочел. А у меня как раз, вы знаете, я дом строила тогда, вот. Я же купила землянку в Липецке, и дом строила. Сама. Ну, вот. Муж у меня немножечко увольнительную получил, к молодухе убежал. Когда вернулся, я ему сказала, знаешь что, друг, все, без апелляции, без ничего. Вот, до свидания. Вот, и все. Дочь у меня, говорю, уже взрослая. Бегай. Дальше. А в первые дни, как это у молодежи бывает, она думала, что это его деньги, оказалось, это я заработала деньги. Ну, это, ладно, это другая история. Она отношения не имеет. Вот. Ну, у меня отнялась левая рука. Совсем. Вот. Потому что кирпич, все. И когда вот строят, если нет мужчины или хозяина, хорошего хозяина, то и наемные рабочие, они халтурят. Вот. А я была как? Когда я готовила немцев к отъезду на Фатерляй, вот, я им же давала профессиональный блок. У меня были и хирурги, у меня были и гинекологи, у меня были инженера электрики, и один был архитектор. И он мне так сказал, так, я так не понимаю. Вы ходите за мной, и вот мне немецкие слова говорите, вот так, что, что. Ну, в общем, я получила хорошую практику. И когда строил дом, я уже ошибок не делала. Ну, вот. Ну, я говорю, что это была большая нагрузка. У меня отнялась левая рука, и правая заболела. А тем более после ДТП был подбивший шейного позвонка, перелом черепа, тут у меня шрам. Я же лиха одноклассная, на 30% этот голос видит у меня левая. И печень, печень, руль у меня попал. Они же меня сбили. Ладно, не на машине. Я бензина не было дома, лень было куда-то ехать. Я села на велосипед, у подружки умерла мама. И я говорю, а, сейчас я сижу, вырожу соболезнование. Меня не было, как раз я уезжала из города. И меня подкараулили и сняли. Но реакция была у меня хорошая. Я успела руль завернуть, и только головой стучалась. А руль попала, когда я велосипедовала сюда, и сломала у меня ребро еще. Так что инвалид получился. Но дом я построила. Хороший дом. Выстроила. Это, ну, вы знаете, русские мастеровые такие, и что, после где-то там обед поставила я им. Я еще их кормила, чтобы они никуда не убежали у меня и не выпили. Они взяли эту бутылку, добыли. Решили распить. Ой, я им хорошо платила. Мне вот так обидно стало. А тут топор лежал. Я схватила топор и давай гонять топором. За месяц они мне достроили все. Ну, во-первых, мне никто больше не подошел. Да вы что? Я погляжу. Тут надо о вас роман писать. Это детали. Я о себе много написала. Хватит. Ну, а сюжет с топором запечатлели? Нет. Это было немножко лишнее. Это чуть-чуть лишнее. Ну, а обидно. Вы знаете, тут после ДТП. Тут переезд. На лечение ушел. У меня был двухэтажный коттедж. Я его продала. Рохнуло на лечение. Врачи деньги брали, но... А зачем курочку, которая несет золотые яйца, лечить? Ага. И было невыгодно меня лечить. Поэтому побочка была большая. Ну, значит, мы остановились на отце Кондратии. Отец Кондратии прочел. Вот это рукописное все. И сказал мне, хоть ползай. Хоть что делай. Но роман, чтоб ты закончила. Вот такое благословение тебе. Хорошо. И поэтому, вы знаете, как-то вот после этого... А, еще сказал. Вот. Татьяна Петровна, съездите в Задонский монастырь. Там есть купель. Там еще в этой купели Петр Первый исцелялся. И, знаете, я когда съездила в Задонский монастырь и в этой купели искупалась, вот я залезу, три раза нырнула в эту ледяную воду, выхожу по лестнице, стоит старуха. Говорит, ты плохо. Говорит, еще раз повтори. Ну, я нырнула, но я же морж была когда-то. У меня-то что, ледяная вода? А, ну, нырнула, вынырнула, а сорухи нету. Свечку поставила, перекрестилась и ушла. И думаю, а соруха была или это... Галлюцинации были. Ну, вы знаете, когда я выходила из этой купели, какой-то потел жар. Вот. Самый настоящий жар. Уже была осень и хорошая осень. Но жаркая прошлась. Я была с приятельницей, вот. И миссия, она говорит, как хорошо, тетя Таня, она меня звала тетя Таня, чтобы вы меня сподвигли съездить. Ну, это было далеко, 150 километров в этот монастырь. Вы знаете, после вот этой процедуры с купелью, я себя стала чувствовать лучше. Вот. А тут, как бы, еще врач нашелся очень хороший, Войченко. Он где-то там в деревне, хирург, ортопед. Вот. Мне посоветовали в городской больнице. Вот. Я хотела в Москву уже съездить. А рука не движется. Я думаю, ну что, тут что, так будет висеть, что ли? Вот. Ну, приехала к нему. А еще и палец почернел. Он говорит, отрезать буду. Юра, может, сначала полечим. Посмотрелся. Три дня даю. Если лучше не станет, отрежу. Ну, благодаря этому замечательному кудеснику, там у меня есть статья в газете о нем. Вот. Вы знаете, он меня поднял. Вот она рука. И пальцы на месте. Вот. Вы знаете, стало легче писаться. Вот как-то прояснилось. Многие сюжеты прояснились. Но надо было перенести это все на компьютер. И я первую книгу доверила дочери переносить. Она закончила шестимесячные курсы журналистов. И тоже хотела стать писателем. И, конечно, что она подправила. Когда я это увидела, была в шоке. Я говорю, все, я осваиваю компьютер. Освоила я сама все. Ну, и перепечатала. Вторую и третью книги я уже сама. И рассказы уже начала сама. К радости редактора газеты «Лебедское известие». А то так она мне позвонит. Затем, что-то такая-то тема. Съездите, посмотрите. Написали. Написала. Я высылаю к вам человека. Заберем сейчас. Вот. А тут я высылала по электронной почти уже. Ну, так как зять в Москве служил, дочь уехала к нему. Внуку было два года. Нужна была нянька хорошая. Я обменяла построенный дом на Дмитров. Это Подмосковье. На трехкомнатную квартиру. Ну, потом эту квартиру я обменяла еще на двух комнат, а потом на однокомнатную оказалась в Долгопруде. Вот такие путешествия у меня. Но, если так, как я написала в своем резюме на Прозору, да, была у черта на куличке за три девять земель. Путешествовала я много. Особенно, что касается Алтая, я собирала материал. И очень много собирала я этот материал. И по архивам. А самое главное, я хотела попасть в ту лесную делянку, где жил мой дед. Они жили на границе Китая, реки Бухтарма и Катун. Вот, горы. Но в Усть-Каменогорске строили газ. И поэтому Бухтарминское водохранилище оказалось как раз в той деревне, где жил мой дед и моя матушка. И моя бабушка закордонная, которая сбежала за кордон. Ну, я в четырнадцать лет съездила с дедом, повидалась на восток. Много спрашивала как раз про этот эпизод. Собирала тоже материал. И я уже тихонечко перехожу по второму роману. Про клятие старца Фомы. А вы помните родного отца? Я понимаю, что он погиб, в смысле, умер рано из-за того, что занимался ликвидацией наземных атомных взрывов. Да, я помню. В девять лет. Еще когда его отправили, тогда Циноград был город. Значит, когда его отправили на лечение, мать решила, что я была хорошей сиделкой, я была хорошей нянькой, аккуратистка. И уже умела готовить. И мать меня отправила вместе с ним. Мы сняли квартиру. Вот. Я готовила ему бульончики. Вот. Ухаживала за ним. Два месяца. Потом мы его вернули. И ему стало еще хуже. Потом он решил на природу уехать. Мы жили в шалашах. Вот. У меня был свой шалаш, у него был свой шалаш. Он косил сено. Он думал, что он так себя поднимет немножечко. Ой, ну, как заключение дали ему, что у него был рак желудка. Вот. А при раке желудка нельзя есть ух, это, щуку. Это категорически запрещено. И он как раз там и поел эту щуку. Вот. И ему хуже, хуже. И 3 ноября он умер. Калил всего 6 месяцев. Так что я отца помню. Я понимаю, что у вас не очень сложились отношения с отчимом и ваша жизнь. Да, первое время с отчимом были плохие отношения. Вот. Я отца на то время в 14 лет уже владела приемами самообороны. А он был из выпивающих. Вот. Я его отмупила и вынула. Угу. А он взял уехал лечиться. Когда как раз в циноград, он уехал лечиться. Месяц пропал. А у матери уже родилась моя младшая сводная сестра Марина. Вот. А он, зачем мы с ним подрались? Он пришел поздно и Марину решил выгуливать в апреле месяце. А мороз стоит. Угу. Я девочку не дала. Вот. А он, ну, ах ты сопля, ты мне еще указывать будешь? Ох, ты живешь в нашем доме, да ты мне указывать будешь? Ну, расправилась. Как с мужчинами расправляется? Скажите, а вы вот о вот этой ранней части своей жизни написали где-то? Почти не где. Мне кажется, это было бы очень важно и для вас, и для читателей. Вы знаете, у меня столько материала, что и того, сколько я написала, мне уже, вы знаете, не вот так, а вот так хватит. Вот. Как моя подружка, она юрист Евросуда, она сказала, Татьяна, тебе можно, ну, лавра, почем. Все, ты уже, хватит, остановись. Ну, и поймите, что, я же, как сказала, лихо-одноглазая, у меня со зрением проблемы, это раз, вот, во-вторых, череп-то переломанный, на погоду болит, вот, нагрузки большие, чтобы фундаментально что-то написать, у меня уже нет. А что-то маленькое, там, статьи, критические, филитоны, байки, шутки, да, пожалуйста, они у меня быстрые, вот. Стихи пишу, но стихи, это моя творческая шалость, я их даже не рассматриваю как таково, но читают на стихи Ру у меня 35 тысячи читателей, вот, на прозу Ру уже 95 тысяч, а прочие сайты я не беру. Сам издаты, из почитания, значит, в гостях у Петровны, ну, прочие это, искра литературный клуб, это вот, ну, насчет, у меня сейчас очень сильно идет в ход петля истории, дело в том, что, когда перед как мифическим расстрелом царской семьи Романовых, вот, экс-царя Николая Александровича его семьи, вот, 30 или 50 километров стоял Колчак. Им предложили бежать. Почему он не побежал к Колчаку? вопрос? Вот. Но, значит, Мария и Алексей заболели как бы тифами, ухаживая за ними, Анастасия. Мам. Далее идет следующее. Охранником был на ждании родственник Самуилов. Он-то указал место, где прятаться можно. Марии. А Алексея, но Марию, когда доставили к деду, она была совершенно больная. ее два офицера и проводник сгрузили, как говорится, оставили, а сами быстро, спешно уехали и не остались даже. Вот. Кто-то, значит, их ждал рядом с границей Китая. Когда я говорю об этом, вот у меня значит, статья «Петля истории». Я сделала там полный анализ расстрела комнаты вот этой, где расстрел. Да невозможно там было расстрелять. Она всего 11 квадратных метров. Где кровь? Там море крови должно было быть. Вот. Почему губернатор Ельцин быстро снес это здание? Да потому что факты не спадали. Вы имеете в виду ипатьевский дом так называемый? А, да, да. Значит, когда жила, вот я говорю, член царской семьи, за что я дед пострадал, стал пособником Кондры. Вот. Значит, что получается? Когда пришла в себя княжна, она называлась Анной. Ну, Анной так, Анной. Ну, сказали, ее быстро заберут. Дед не вникал. А потом, ну, они, значит, его отец был очень грамотный и выписывал газеты. У них было 16 квадратных метров, 16 комнат, дом двухэтажный, все. Значит, получили они эту делянку кедровую от самого Потемкина. Ну, и, в общем, дед думал, что она быстро уйдет, а когда смотрел газеты и увидел ее на фотографии дореволюционной и понял, кто она. Он выделил отдельно и комнату, комната Марии так и была, так и числил. Ну, когда вонс пришел адмирал Колчак, Анна-Мария, Анна, будем ее так называть, да, она решила встретиться с ним. А, самое главное, что потом, когда она пришла, сейчас я об этом скажу, значит, она решила встретиться, Колчак ее не принял, принял адъютант и рекомендовал вернуться назад к Староверам, а судьбой ее займется, когда придет в Москву. И она вернулась назад. И потом она сказала, что когда уходили, Николай Александрович шепнул Анастасии, что большевики его не расстрелять, он им нужен. Это 18-й год, как раз надо было заключать Брест-Литовский мир, все и так до сих пор муссируется слух, что помогал заключать пресс-Литовский мир именно Николай Александрович экс-царь Романова. Далее. когда я написала это великая книга как она сейчас считается, вот, она даже слышит ничего не хочет о расстреле, потому что и выгон этот расстрел. Я к ней отношусь, вы знаете, как к самозвонке. Почему? Да только потому, что Кирилловича они предали Николая Александровича. Это самое было жестокое предательство близкого окружения, родственников, генералитета. Вот. У него же была дикая дивизия. Они бы там разнесли кавказ в один момент всех. А даже дикая дивизия не пришла выручать своего царя. Парадокс. Вот самош и англичане предали. Да. Татьяна Петровна, позвольте вам задать... Нет, я сейчас остановлюсь, я пришла к этому, потому что я держу в руках наследие, вот, альманах. и я взяла, выложила главу из этого романа «Проклятие старца Фомы», и здесь как раз пишется первая книга княжна Анна Мария. И как вот этот эпизод, весь встречи Марии с белогвардейцами, они ее признали, вот, значит, императорский дом, современный императорский дом, ничего против не сказал, главу опубликовали, наградили меня звездой третьей степени, вот она, звезда третьей степени, и дипломом. Зачем ее делать? Зачем было публикатать эту главу? Она же пошла на это. И она больше не, и вот этот раз опять тоже, мол, давайте участвовать еще в какую-нибудь главу из этого романа. Нет, меня хватит, я себя утвердила. То, что я сказала, вот, документально заверено печатью, значит, так, дирекция дирекция канцелярии великой княгини Мария Владимирова и закатов. Подпись. Вот. Ну, а тут президент Российского Союза, писатель Кравчук. Вот два документа. Вот. И вот он, роман, это глава из романа. Так что тут или я не знаю, то ли совесть заговорила, то ли действительно стыдно стало, что, но не было расстрела. Хотя расстрела не было, я бы, ну, ладно, остальных расстреляли, да, где-то там, ну, только не в Ипатийском. Где-то в другом месте. Вот. Это ж море крови. Это трупы выносить, это дорожка крови было бы, а ничего не нашли никто. Через три дня вошли колчаковцы. А нету ничего. Поэтому я в этот расстрел не верю. Многие из династии романовых наследников тоже не верят. Верят те, кому выгодно. Но это вообще свойство человеческой веры. Ну, правильно. Англичанам выгодно, чтобы не было настоящих наследников. Вот. так как 300 тонн золота у них там лежат. И они сказали, выдадут кому? Только непосредственно наследникам. значит, этот банкир Ротшильд 47 тонн золота российского имеет и тоже выдаст только но правда Марии Владимировны Романовной Гогенцойлер. Я ее зову всегда Гогенцойлер, так как она была замужем за принцем Гогенцойлером. А то, что он назвал Владимир Романов, это и тут же вернулся опять стал Гогенцойлером. Ну это бог с ним. Ладно. Это не тема, не моя тема. Но что факт есть факт, они заверили это все. Вы знаете, вот говорят фальсифика. Вот я как-то судилась с прокуратурой, там сильно нашкодили, да, очень нашкодили. И ко мне как журналисту обратились люди. Вот. меня побили пристаны, обили, знаете, наручники вот сняли как кастетом. Вот. И хотели отвезти в психушку. А я всегда вот два телефона имею. Один отдала, а второй как бы мне плохо полезу за... И значит в редакцию Надежда редактору сообщила, на телевидении сообщила, я тогда шуршала на НТВ. Вот. Вот что они мне привезли в город Дмитриев и Яхром, а они 12 километров. вот. Ну, пока они везли, уже им прокурор сказал, что Лозицкой там не было. Сделайте все, чтобы даже рядом ее не было. и меня вы ничего не докажете. Я села, а что я могу доказать? А как я могу доказать? Ну, я женщина умная. Извините за нескромность. Да, но я уже знала как журналист, что Московская областная... областной суд и областная прокуратура и Мосгорсуд одни между собой как бы соревнуются, кто умнее, кто лучше, кто чище, кто... и прочее. Вот этот фактор я и использовала. Стала писать во всей инстанции. Вот. Ага, дали ответы. Это как раз в романе в 26-й главе Добровольских страстей. Описывается это. И все фамилии, которые вот они мне сделали. Вот как раз я это и включила о себе красный роман. Вот. И решение суда прикрепила, чтобы не возмущались. И вот когда начали и запугивали, что-то не делали. Вот. Я думаю, ага, сейчас, я знаю нашего российского чиновника ленивый. И так получилось, что прокурор не соизволила в заму прокурору зайти, спросить, а какой ты ответ дала? А следователь поленился спросить тоже. И они, и скорая, которая везла меня, тоже дала другую ответ. Вот. И все поставили автограф, печать, и получился фальсификат, заверенный фальсификатором. когда я мещанский суд это все принесла, судья Новиков, хороший человек, на эпоху здоровья, вот, удивлялся, смеялся, говорит, ну, такого я еще не видела. Потому он мне звонит, говорит, так, придите, и чтобы не было разногласия, подойте-ка на меня в Мосгорсуд. Ну, я тут же собрал, сбегала в Москву, подалавку. Мосгорсуд, председатель так смотрит, а кто вас так научил? Я говорю, сейчас. Сама додумалась. Он говорит, да не может быть. Я говорю, я же была переводчиком у прокурора немцы и судьи. А немцы народ, так какой, педанты. Так что, ну, и одним словом, он подтвердил, оставил в силе решение судьи Новиков. Ну, и, в общем, все правоохранительные органы, которые там противоправные действия совершали, получили. А я получила возможность их фамилии в добровольских страстях. С решением суда. Все. Вот. Прокурора, правда, сразу сняли. Ну, конечно, так кто может? Только Лазицкая. Что, что движет вами? Почему вы всегда пытаетесь достигнуть справедливости? Ой, вы знаете, это на кемном уровне. Я по-другому это не скажу. Дело в том, что мои по отцу, по линии отца, бывшие бояре Лозичи еще в 14 веке поссорились с киевским князем, он сослал их в Пинск. Позвольте мне, Леонид Петровна. Я сейчас судились со всеми. И я родословную свою восстановила по судеб... Ну, это мы все потом стали Лозицкими, из Лозича и Лозицки. Вот. мы свою родословную благодаря судебных чашек. Скажите мне, я уже давно хочу задать этот вопрос. Давайте. А вы побывали во вратах преисподних? Вы знаете, ну, называли люди это место, шайтановое место. Что это такое? Это в горах, река, ущелье. Там добавили типа каменоломни. Там был грот. Место зловещее. Усеяно костями. Я туда ринулась, вы знаете, с кем? С актерами. И они все погибли от взрыва метана впоследствии. Вы уже прошли. Ну, естественно. Вы понимаете, вот где надежные люди, во, мужики. Они меня никак не хотели брать. Когда они узнали, что я журналист, они тем более не возьмем. Я говорю, ребята, единственное, при меня, извините, не писайтесь и не материтесь. А остальное с вами идет мужик. Я их угоаривала несколько дней. Согласились все. Но их самих это самое интересовало. Там был этнический казах, настоящий казах с голубыми глазами. Это же вообще редкость, казах с голубыми глазами, высокий. Остальное они считают, это монгольцы. А вот мы настоящие этнические казахи. и вместо Шайтанова это его как бы хадж какой-то был. И он уговорился, они отдыхали на курорте по путевке, четыре человека, но они заодно знали, что они пойдут туда по миру. И я увязалась. Ну, сходил. Жуть кошмарный. Но потом, после этого, но они погибли. Я когда узнала, я думаю, это будет костлявое за мной по пятам ходить. И действительно. И ДТП. И вот в 19-м онкология. полностью три органа вырезали. Еще додовеска наверное костлявая там сидит и думает, а не ковид ей послать еще. Так что я еще и ковидом перевалила. И как та лягушка в кувшине с молоком взбиваю сливки или масло. Ну, я по характеру оптимист. Человек такой напористый, но действительно гиперчувствительный к справедливости. Вот говоря об этом, вы опубликовали фильетон в журнале Крокодил в 2003-м. А было такое, было, было, было. И Чубайс вам даже написал письмо. Вы знаете, вот где-то это письмо лежит. Я же говорю, сколько я уже переезжала, переезжала, переезжала. Три, четыре переезда. Переезда было, да. У меня заложены в диване, в кровати эти папки, тем более рукописи. вот. А вы знаете, вот я слишком много работала с книгами, с архивами. А что такое архивная пыль? Это как в шахтах вот эта пыль угольная, также и пыль книжная. Я сейчас так осторожно книги, даже вот на полках осторожно беру пылесошу, повязку оделась, у меня аллергия пошла. Поэтому разобрать свои архивы. Знаете, я тоже освободился от всей своей библиотеки. Тоже из-за этого, на этой почве. Ну, они стареют, плесень, что только там не появляется в этих пыльях. Ну, а архивная пыль, это еще другая пыль. Это совсем другая пыль. И вот как я сразу скажу, как я добывала в архивах в 98-7 годах. Вот. Приходила в архив, давала немножечко денег старушке, а там уже были одни старушки. Вот. И пару бутылок бомжам. Вот. И ребята, работа есть. Вот они у меня эти ящики стаскивали с полок. И так, одну бутылку вот они стащили, а бутылку вторую получите, когда вы меня их назад поднимите. Поэтому много, много, много интересного материала. Собрала все это. Но сейчас вот видите, то у меня аж онкология вторичная уже. В десятом была онкология. Вот. В девятнадцатом онкология. Так что костлявая по пяткам ходит. Вот. Это самое. У меня аж в этом году юбилей шестьдесят пять. Вот. Общественные награды я имею, но правительственные. Тем, кто пишет фильетоны, правительственных наград не дают. Вот. Ну, можно зачитать стих. Да, вы наградены, многими награды. Я награждена, но я награждена. Это все общественное. Медаль 25 лет Моряковскому Ивана Бунина. Медаль грамотно, вся стена увешана. Вот. Но это общественное. Да, да. А хотелось бы правительственное. А правительство не спешит. Не тут и мать и макую и не тебе одопишу. Вот. Шестьдесяток плюс спиток еще Вихрем пронеслись по жизни тяжким испытанием. С грустью вспоминаю мои года бежали, как лихая тройка по дороге к живой. С серебром покрыта голова. Мудро с нее как из рога забили. Уж костлявая на пороге топчется, наступая мне на пятки. Слава Богу, маразум и склероз где-то пути заплутали, потеряв ко мне дорогу. Так что я думаю, что еще долго костлявая будет. с моим оптимизмом искать ко мне дорогу. Пусть Татьяна Петровна, вы сгусток энергии, можно сказать. Вашей биографии хватило бы на 10 жизней. Я считаю, что и ваша писательская деятельность, ваша общественная деятельность должна вдохновлять многих людей. И как бы иные мотивы, как восстановление справедливости найти в этой деятельности невозможно, потому что никакого личного смысла так с собой рисковать и провоцировать серьезных противников. Дразнить гусей. Только эти гуси больше напоминают птеродактилей, динозавры. Вот, я просто уже закругляюсь, потому что у нас завершился. Я хочу сказать, что вы как раз представитель тот, о котором Некрасов писал насчет коня и избы, да? Сами построили своими руками дом, побывали побывали в самых что ни на есть местах. На Дальнем Востоке, Саяны, Байкал, даже залезли в эти чертовы врата. Памир, Кавказ, я много где было. Огромное вам спасибо. Это было очень интересное интервью, очень интересная творческая деятельность, и я надеюсь на будущие встречи. вам огромное. Ссылочку мне сделайте, пожалуйста. Обязательно, конечно. Огромное вам спасибо. До свидания. Всех благ, всех благ. Субтитры